Коллеги, на ваших экранах Prodexpo 2022. Наш пресс-центр начинает свою работу на этой выставке. И рядом со мной спикер нашей деловой части Сидорина Анастасия, директор по работе с клиентами Рамир из следовательского центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот первый день и у вас уже интересная была сессия. Давайте поподробнее о ней. Да, на самом деле у нас была очень интересная сессия. Утро, а мы уже в таком активной работе. Мы говорили сегодня про покупателя. Что с ним происходит? Какие тренды на рынке формируются? Безусловно, мы понимаем с вами, что сейчас очень сложная, нестабильная макроэкономическая ситуация. Мы все следим за статистикой. Высокий уровень инфляции, реальные располагаемые доходы, которые не демонстрируют высокого положительного роста после проседания в 2020 году. И ключевой вопрос, а что же с потребительскими настроениями и ожиданиями? И действительно, вы знаете, тут есть над чем поразмышлять, потому что мы видим, что россияне очень обеспокоены общим финансовым состоянием, да, собственно, в стране. Высокий уровень стресса, как следствие, режим экономии активизируется. И ключевой вопрос, какие стратегии покупательского поведения вот на таком фоне формируются? На самом деле здесь формируются три таких ключевых направления. С одной стороны, мы говорим сегодня, что ценность денег, она становится крайне важна для покупателя. Ну, это ожидаемо. Мы все сегодня стараемся быть очень рациональными с точки зрения покупок. С другой стороны, это ценность времени. И очень яркий пример этому, это, конечно же, онлайн рынок, который растет сумасшедшими темпами. Мы все очень хотим, да, оперативно в кратчайшие сроки получать и закрывать потребности нашей корзины. Ну, и с другой стороны, да, на самом деле россияне сегодня предъявляют очень высокие требования к качеству, комфорту совершения покупок. Поэтому, когда мы говорим про третью такую стратегию покупательского поведения, это ценность удовольствия. И на самом деле вот такой большой вопрос для любого производителя, для любого ритейлера, это понимание того, на какую из этих стратегий мы будем ориентироваться при выстраивании работы со своей аудиторией. Очень интересно. Вот такой вопрос. Мы говорили в том году про 2020 год и 2021, как мы просыпаемся от спячки после пандемийных событий. И вот такой вопрос как эксперту. 2021 и 2022 год. Режим экономии включен и вот и так далее. Но вот насколько сильно отличается потребитель в 2021 и 2022 году? Ну, вы знаете, по факту, что произошло? В 2020 году запустились очень многие процессы, которые в 2021 году развились, и мы будем ожидать, что на самом деле вот все вот эти тенденции, которые мы обозначили в 2021 году, они сохранятся и будут только усиливаться. Да, мы понимаем с вами, что любой экономический кризис, он проходит достаточно долгий процесс, но есть такой момент, как кризис в головах. Что это значит? Когда уже фактически заканчивается кризис, покупатель продолжает жить с осознанием того, что мы находимся в кризисной ситуации, я должен экономить. Поэтому на самом деле даже после стабилизации ситуации мы будем видеть, что потребительские паттерны, они еще будут долго меняться и возвращаться к привычным, допандемийным. Ну, понятно, как называется гиперкомпенсация. В какой-то момент все-таки, когда человек поймет, что все миновало, мы надеемся, что бум на покупки, на интересные товары возродится. Спасибо большое за интересные мнения и надеюсь, до встречи в следующем году. Надеюсь, в более положительном ключе будем общаться, и у покупателей, у ритейлеров, у производителей все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.